В состав внутреннего уха входит улитка, преддверие и три полукружных канала. Улитка это костная трубочка, закрученная два с половиной оборота вокруг вертикального стержня, веретена. Внутри костного лабиринта находится перепончатый лабиринт, заполненный эндолимфой. Рецепторные клетки органа слуха локализованы в улитке. В ампулах каналов и в преддверии расположены рецепторные клетки органа равновесия. На поперечном срезе костная трубочка имеет почти правильную округлую форму. А перепончатый лабиринт — треугольную. Полости между костным и перепончатым лабиринтами называются вестибулярной и барабанной лестницами. Они заполнены перелимфой. Перепончатый лабиринт отделен от вестибулярной лестницы вестибулярной тонкофибриллярной мембраной, покрытой с двух сторон однослойным плоским эпителием. Наружная стенка перепончатого лабиринта образована сосудистой полоской, лежащей на спиральной связке. Сосудистую полоску формирует многорядный эпителий, пронизанный кровеносными капиллярами. Пласт эпителия содержит два типа клеток — светлые, базальные и темные, обладающие секреторной активностью. Гемокапилляры из сосудистой полоски продуцируют эндолимфу, отличную по составу от плазмы крови. Дно перепончатого лабиринта образует базилиарная мембрана, которая прикреплена с наружной стороны слева к спиральной связке, с внутренней справа к барабанной губе лимба. В основе базилиарной мембраны залегают коллагеновые волокна, натянутые поперек канала. Их длина различна, более длинные на вершине улитки, более короткие в основании ее. Со стороны барабанной лестницы волокна покрыты слоем плоского эпителия. Со стороны перепончатого лабиринта на них лежит эпителий спирального органа. Спиральный орган формирует два типа клеток — сенсорные и поддерживающие. Каждая из этих групп подразделяется на внутренние и наружные. Границей между ними является туннель. Рецепторные или сенсоэпителиальные клетки спирального органа бывают двух типов — внутренние, кувшинообразной формы, и наружные, цилиндрические. На опекальной поверхности клетки несут пучок стереоцилий, волосков. На базальном полюсе клетки — пузырьки с нейромедиатором, предположительно ацетилхолином. Внутренние волосковые клетки лежат в один ряд, наружные образуют, как правило, три ряда. Стереоцилии рецепторных клеток своими вершинами упираются в покровную мембрану — желеобразную пластинку, повторяющую ход улитки. Поддерживающие клетки спирального органа лежат на базальной мембране. На опекальном полюсе они имеют углубление для рецепторных клеток, а также длинный пульцевидный вырост фалангу, изолирующий верхушки волосковых клеток. Клетки получили название фаланговых. Опорные клетки, образующие туннель, называют клетки-столбы. Через туннель, заполненный эндолимфой, проходят афферентные и эфферентные волокна к сенсорным клеткам. Афферентные волокна — это дендриты биполярных нейронов спирального ганглия, лежащего в основании спиральной костной пластинки. Нейриты формируют слуховой нерв. Афферентные волокна образуют на волосковых клетках светлые окончания, в которых эти клетки при помощи медиатора генерируют нервный импульс. Эфферентные нервные волокна, представленные нейритами оливокохлеарного пучка, образуют на рецепторных клетках темные окончания, содержащие синаптические пузырьки. Посредством этих окончаний осуществляется контроль за рецепторной активностью сенсорных клеток. Стереоцилии волосковых клеток, соединенные с покровной мембраной, при колебаниях спирального органа склоняются, что приводит к возникновению рецепторного потенциала. Для этого достаточно склонения стереоцилий на расстояние, сравнимое с диаметром ряда атомов. Под влиянием рецепторного потенциала в базальном полюсе сенсорной клетки медиаторные пузырьки вскрываются в синаптическую щель афферентного контакта и генерируют нервный импульс в дендрите чувствительного нейрона. Афферентный нейрон взаимодействует с раздражителем через посредника, сенсоэпителиальную клетку, поэтому орган слуха вторично чувствующий. Высокая чувствительность волосковых клеток связана с эндолимфатическим потенциалом. Сосудистая полоска секретирует в эндолимфу ионы калия и натрия в десятки раз больше концентрации, чем в плазме крови. Эндолимфа приобретает большой положительный заряд, что повышает мембранный потенциал и чувствительность сенсорных клеток. Рецепторные клетки спирального органа специализированы на восприятии определенных параметров раздражения. В основании улитки клетки воспринимают высокие частоты, на верхушке низкие. Наружные волосковые клетки более чувствительны к звукам большей интенсивности. Внутренние волосковые клетки воспринимают звуки меньшей интенсивности. Косвенным свидетельством специализации волосковых клеток может служить их различная реакция на действия повреждающих факторов. Так антибиотики группы стрептомицина более поражают внутренние волосковые клетки, большие дозы хинина — наружные клетки. Стрептомицин и другие медикаменты вызывают нарушение метаболизма волосковых клеток, дезорганизацию и разрушение органоидов, атрофию и гибель рецепторных элементов. Не только каждая рецепторная клетка обладает своим диапазоном чувствительности. Но и в проводящих путях анализаторы создаются специализированные каналы для дифференцированной передачи информации. Такой принцип строения сенсорной системы назван многоканальностью. Он обеспечивает точность и надежность анализа сигналов из внешнего мира в коре больших полушарий. Повреждение среднего и центрального отделов анализатора может явиться причиной развития психической глухоты. Знание морфологии и физиологии слухового рецептора, проводящих путей и центрального отдела, позволяет врачам правильно поставить диагноз, выбрать тактику лечения и успешно провести коррекцию нарушений.